В эфире телеканал «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Трудно ли в Ленинском муниципалитете найти работу людям предпенсионного возраста? Главное – желать, желать, желать. Желаете найти работу «Видное»? Вы ее обязательно найдете. Какие они – современные пожарные? Все пожары разные, случаи все разные. Ирландский флейтист Гаррет МакЛернен провел мастер-класс в Винновской школе искусств. С повышением в России пенсионного возраста острее встала проблема трудоустройства людей возраста предпенсионного. Многие работодатели в вечном противостоянии молодости и мастерства отдают предпочтение именно молодым людям. Но, как выясняется, было бы желание работу, причем рядом с домом. Найти всегда можно. В этом уверена героиня нашего сюжета. Татьяна Петухова имеет солидный трудовой стаж. А в автобусном парке, где она трудилась два года, у нее последний рабочий день. В связи с реорганизацией предприятия здесь ожидаются сокращения. Стаж работы у меня 32 года. В общем, последние 12 лет я занималась в духе времени тендерами по продажам, по закупкам. Здесь вот я занималась закупками, именно тендерными закупками. Ждать у моря погоды Татьяна не стала. Обновила резюме на сайтах по поиску работы, обзвонила знакомых. Но все оказалось сложнее, чем ожидалось. Через знакомого же попросила устроить меня работать в гостиницу новую, открывающуюся в Домодедово. И получила в ответ, узнав, сколько мне лет, а мне на этот момент было уже 53 года, что с предпенсионным возрастом связываться не хотят. А почему? Потому что потом нельзя будет уволиться. Подобной ситуацией сталкиваются многие люди предпенсионного возраста. С 1 января в Ленинскую службу занятости поступило порядка 100 обращений. И теперь многим из них трудоустроиться будет проще. С этого года в рамках федеральной программы «Старшее поколение» начата работа по программе профессиональное обучение и переподготовка граждан предпенсионного возраста по новым программам, востребованным на рынке труда. Профессии в достаточно большой перечень, более 100 профессий, которые могут граждане получить по этой программе. На сегодняшний день у нас есть профессии, которые уже востребованы, которые люди уже начали обучение. Это бухгалтеры, менеджеры, компьютерная грамотность, ландшафтный дизайн, флористы, парикмахеры. Программа переобучения будет действовать до 2024 года. В зависимости от профессии курсы для отца от двух месяцев до полугода. Пройти обучение может не только безработный гражданин предпенсионного возраста, но и тот, кто работает, но решил сменить сферу деятельности. Чтобы записаться на обучение, необходимо подать заявление в Центр занятости. Из документов потребуется только паспорт, СНИЛС и документ об образовании. Усилия нашей героини Татьяны Петуховой привели к результату. Ей помог дополнительный опыт, полученный в ходе работы. С завтрашнего дня она работает на МКГЗ. От дома три остановки на автобусе. Тут про возраст не спросили совсем. То есть это было не главное. Главное знание, потому что у них нужно восстановить тоже сейчас военный учет. Поэтому я иду из закупок, ухожу работать в кадры. А тем, кто сомневается, Татьяна готова дать небольшие, но важные советы. Я желаю, во-первых, не бояться. Не бояться смены обстановки, смены должностей, смены сфер. Главное желание. А желание найти работу, если вы желаете найти работу, вы ее найдете в любом возрасте. Учиться новому или попытать счастье на другом месте каждый решает сам. И, как показывает наша история, возраст не помеха. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Профессия пожарного одна из самых сложных. Можно научиться лазить по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в густом дыму, бегать и прыгать. Но самое трудное – быть готовым в каждое мгновение рисковать своей жизнью. Наша съемочная группа поехала в одну из пожарных частей Ленинского округа, чтобы познакомиться с этими благородными людьми. Пожарная спасательность. Пожарная спасательность. Пожарная спасательность. Пожарная спасательность. Деление готово. Да, поняла. Деление на руку. Кто покажет? Работа на бежене. Ежедневно на телефон дежурного 235-й пожарной части, расположенной в Молоково, поступают десятки звонков. И каждому из них эти смелые люди готовы. Не всегда звонки – сигнал о пожаре. Обращаются сообщениями ДТП, просьбами о помощи в экстремальных ситуациях. И оказать ее надо в кратчайшие сроки. Норматив прибытия на место – не более 20 минут. В район выезда уходят населенные пункты. Поселок Володарка, Большая Володарка, Малая Володарка, Орлова, Месаево, само село Молоково, село Остров. В район как бы большой, в село в район выезда входит 13 деревень, 2 микрорайона. В распоряжении у спасателей два автомобиля. Каждые сутки в караул заступают 7 пожарных. Всего в коллективе 30 профессионалов своего дела. Только за 9 месяцев этого года они совершили почти 300 выездов и потушили 44 пожара. Вообще же за сухими цифрами статистики стоят истории о доблести, отваге, сопереживании. Конечно, это больше, чем просто профессия. Это призвание. Вот и начальник караула Владимир Самарский еще с детства видел себя только пожарным. Несмотря на общее мнение, что пожарный должен быть там, как это сказать, безбашенным, волевым, я считаю, что основная должна быть у человека голова. Потому что все пожары разные, случаи все разные. И, как говорится, если не думать головой, то последствия могут быть печальными даже для самих пожарных. Сложности в работе у пожарной части хватает. Основные, как оказалось, связаны с дорожной ситуацией. Загруженное Володарское шоссе и заставленные машинами новые жилые микрорайоны зачастую забирают те самые драгоценные минуты. А еще спасатели настоятельно просят не начинать тушить пожар самостоятельно, а сразу набирать 101. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, ВИДНОЕ ТВ. На территории музея-заповедника Горки Ленинские прошла первая областная военно-патриотическая игра «Защитник Отечества». 75 команд со всей Московской области стали участниками интересных состязаний между командами юнормейцев. Подобные игры под разными названиями в Подмосковье проводятся регулярно. Традиционные этапы состязания – это сборка-разборка автомата, стрельба, метание гранаты, надевание комплекта химзащиты, полоса препятствий. Теоретическая часть – история знания воинских званий. На этот раз, правда, было новое испытание, проведение связи и шифровка сообщений. От Ленинского городского округа выступили команды «Застава» и «Лидер». Военно-патриотические мероприятия воспитывают подрастающему поколению патриотизм. Мы очень рады, что у нас есть такая возможность. По итогам «Застава» вошла в тройку победителей. Лидер в отдельных этапах занял призовые места. Идеальное звучание флейты не всегда достигается качеством инструмента. Здесь куда важнее навыки исполнителя. Над этим юные музыканты трудились в детской школе искусств в рамках образовательной программы Юрия Башмета. Мастер-класс проводил ирландский флейтист Гаррет МакЛернон, который и раскрыл для участников секрет волшебства духового инструмента. Узнал его и Арсений Рогозянский. В детской школе искусств из кабинетов привычно доносятся мелодии музыкальных инструментов. На этом фоне значительно выбивается звучание флейты из малого зала, в котором собрались учащиеся из разных городов Подмосковья. За два дня мастер-классов ирландского музыканта Гаррета МакЛернона свою игру смогли разобрать и улучшить более десяти юных исполнителей. Для этого в школе созданы все необходимые условия. Гаррет очень такой дружелюбно настроенный человек. И, конечно, школа наша его очаровала, и она не может не очаровывать. Все, кто попадают, все представители, которые попадают к нам в школу, и музыкальной общественности, и просто общественности, они, конечно, поражены той красотой, в которой находятся дети. Александра Ясакова из Дзержинска с четырех лет занимается флейтой. Сейчас девочке 16, и она студентка колледжа при Академии имени Гнесиных. Для нее это не первое участие в мастер-классе Гаррета МакЛернона. Однако вновь разобрать детали выступления никогда не помешает. Ирландский флейтист – один из ее любимых педагогов. И, видно, она приехала ради его урока. Мне безумно нравится Гаррет, мне безумно нравится, как он преподает. Он очень интересный человек, интересный композитор. Мне очень нравится участие в его мастер-классах. Такой восторг у учеников вызывает подход Гаррета к процессу обучения. Это должно быть не скучно, ведь мастер-класс длится 4 часа, а значит, нужно поддерживать интерес детей. Потому в зале всегда было весело, особенно когда ирландский флейтист в комичной форме разбирал ошибки учеников. Мне нравится, как в России ценят музыку. Здесь ее очень любят и ответственно к ней относятся. Российские дети нацелены на обучение. Они хорошо подготовлены и сконцентрированы. Они стремятся к процессу обучения, потому что это важно для них. Благодаря работе образовательного центра Юрия Башмета дети смогли перенять зарубежный опыт игры на одном из самых волшебных инструментов – флейте. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В поселке Дрожжино предприниматель Зимфира Морозова вместе со своими друзьями и бизнесменами организовала праздник без повода. На семейном фестивале под названием «Страницы будущего» побывала наша съемочная группа. Анастасия Воронина расскажет подробнее. Зимфира Морозова выросла в большой дружной семье, в доме которой всегда был праздник. В поселок Дрожжино она переехала совсем недавно и, будучи активным человеком, решила продолжать традиции своих родителей, организовав фестиваль «Страницы будущего». Идею его создания поддержали знакомые бизнесмены и близкие люди Зимфиры. Я считаю, что здорово, надо нам дружить с семьями, домами, дворами, подъездами. Это правильно, это хорошая традиция, нужно налаживать наши добрососедские отношения. И я надеюсь, что вот все у нас получится, всем миром, все вместе. Мы, наверное, добьемся того, чтобы в нашем районе было жить комфортно, интересно, детям, весело. Организаторам удалось создать на территории детской площадки на Южной улице поселка Дрожжино настоящий праздник, в котором занятия по душе могли найти все без исключения. Интерактивная программа была очень разнообразная. Интересные мастер-классы, бесплатный аквагрим, розыгрыши призов и многое другое. Иди сюда. И ты королева. Королева, поднимайтесь на сцену, друзья. Спасибо, очень хороший праздник. Особенные призы были интересные, конечно. Изюминкой фестиваля стал концерт, в котором приняли участие заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимулина, полуфиналистка телепроекта «Голос дети 2» Варвара Кистяева и обладатель специального приза международного конкурса «Новая волна» Эмиль Кадыров. Артисты исполнили не только свои авторские, но и всеми любимые известные песни. А те, кто проголодался, мог полакомиться настоящей узбекской кухней. Из желающих получить ароматный чай, свежую выпечку или порцию вкусного плова выстроилась целая очередь. Большинство жителей поселка, как и Дмитрий Карпухин, пришли на фестиваль всей семьей. Мы за праздники, конечно, нам. Праздники – это всегда хорошо, всегда весело. Наши серые будни. Плюс сближает людей, люди знакомятся, дружат. Спасибо организаторам. Большое спасибо организаторам. Отличные впечатления, вообще все замечательно. Во-первых, погода, конечно, придется погода. Во-вторых, неожиданно. Неожиданно просто так праздник вдруг. Замечательно все как бы. Песни, музыка, угощения. Все классно. Главная цель фестиваля, по словам Земфиры Морозовой, это объединить людей, приобрести новых друзей и положительные эмоции. Она надеется, что все предшедшие в этот день жители будут поддерживать и помогать организовывать такие праздники без повода как можно чаще. А в будущем, возможно, это станет их общей доброй традицией. Анастасия Воронина, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова